Мне больно с этой ножки ходить. Дядя-додка починет. В свои три года Макар не может нормально наступать на ногу и ходить ему больно. Фиброзная дисплазия лантентного сустава у мальчика выявилась 8 месяцев после перелома ноги. На протяжении всего этого времени родители искали способы, как помочь сыну. Браться за лечение такой аномалии не решились даже врачи ведущих мировых клиник. Обратиться к сочинскому специалисту посоветовали знакомые, которые столкнулись с такой же проблемой. Сейчас Макар находится под наблюдением врача Игоря Шеламова и готовится к операции. Мы обращались и в Германию, и в Израиль к доктору Казанцеву. Он все снимки посмотрел и когда уже говорит, а у кого вы наблюдаетесь? Когда мы назвали фамилию нашего врача, он говорит, а тогда я умываю руки. А я говорю, а почему так резко? Ну, из-за чего вы так резко говорите? У нас в Европе в основном эту болезнь очень тяжело восстановить ножку ребенка, чтобы она своя оставалась. Нам проще сделать операцию. По статистике положительного результата добиться практически невозможно. Настолько сложная патология. Но то, что не удается специалистам из Европы, удалось сочинскому врачу. Позади уже две подобные операции с хорошим итогом. За помощью к Игорю Шаламову обращаются не только россияне, но и европейцы, веря в эффективность уникальных жизненно необходимых операций. И это не просто слова. С рождения недоразвита костная система у ребенка. И нет части костей и части тканей, которые приводят к отсутствию возможности наступать ребенка на ногу. Эта проблема, она неоднозначная, но многокомпонентная. Поэтому лечение тоже многоэтапное, но и компонентное. У нас стоит не из одной операции, а из нескольких операций, которые последовательно, поэтапно будут проводиться. На первом этапе устраняется деформация. Затем, также с использованием сверхточного оборудования, вживаются развитые костные клетки. В итоге, после серии промежуточных лечебных мероприятий, врачи добиваются правильного сращения костей. Проводить высокотехнологичные операции в Сочи стало возможно благодаря поддержке властей всех уровней. Здесь большая работа совместная, конечно, под контролем нашего министерства здравоохранения, непосредственно Евгения Федоровича, под контролем нашего здравоохранения городского и администрации города. Конечно, без поддержки этих сил такие вещи невозможны. На это выделяются определенные деньги, необходимые для закупки оборудования. И, конечно, подготовка кадров, которые проходят обучение в центральных клиниках России и за рубежом даже. В этом году на высокотехнологичную помощь 9-й горбольнице выделена квота на 5 человек. Это операции при аномалии диафрагмы легких, бронхов и пищевода новорожденных, а также реконструктивно-пластические операции верхних и нижних конечностей. Три операции врачи уже провели. В ближайшее время будут решать и проблему маленького Макара, чтобы мальчик смог бегать во дворе со своими сверстниками и не ощущать больше боль при ходьбе.